Продолжение следует... Пуциловку образовали корейцы. Сначала они тут только выращивали урожай, но постепенно стали переселяться семьями на постоянное место жительства. Село получило название в честь Михаила Павловича Пуцила. В 1870-х его перевели в Южно-Уссурийский край, отвечать за обустройство в Приморье корейских иммигрантов. Благодарные корейцы поставили чиновнику два деревянных памятника. О том, что на этих землях жили корейцы, современные жители узнали благодаря раскопкам. Первыми находками стали семь надгробий с иероглифами. Теперь школьный музей оброс экспонатами. Стали здесь находить две культуры, да, вот корейская ранняя и это бахай. Старинная разделочная доска, жернов для масла и измельчения зерновых. Богатство сельского музея. Корейцы тогда ели руками или палочками, однако зажиточные семьи предпочитали латунные ложки. Много выдающихся людей вышло из села Пуциловки. Например, Максим Павлович Ким, который сначала был пионер в ажатом школе корейской молодежи. Потом он уехал учиться в Москву, стал академиком, написал исторических много учебников по истории и вот с автором является энциклопедического словаря исторического. На Пуциловской территории сохранились 15 старинных каменных колодцев. Пустующее здание корейской начальной школы до сих пор занимает свое почетное место в центре села. А вот та самая фанза, о которых мы читаем в исторической литературе Приморского края. Так выглядели дома первых жителей села. Строились они из камня и глины. Есть подозрение, что здесь задействована даже лава. Ширина стен почти полметра. Они довольно утепленные, поэтому и некоторые современные жители умудряются в них жить. Усадьба Татьяны Яковлевны два года подряд занимала второе место по благоустройству. А ведь дом на ее земле и есть та самая фанза. Весной его реставрируют, замазывают трещины и красят. Дети и внуки помогают. В 1953 году по переселению мы приехали. Уже стоял домик этот. Только был накрытый соломкой и без калидорчика, без ничего. Вход в фанзу с юга через кухню. Печку уже разобрали. На ней можно было спать и хлеб печь. А чем я сейчас занимаюсь? Ничем. Занятие я такое. Курей накормил, собак дай пошел. Для сельского жителя хозяйство дело обычное. Скучать в свободные отделы работы время не приходится. Есть дом культуры. Сейчас здесь проходит ежегодный творческий отчет. Этим рукоделием уже лет 50. Вышивка, гладью крестом, потом вязание. Бисером начала заниматься. Делать нечего на пенсии уже. В вокальной группе Дома культуры уже 32 года. В небе звездочки далекие мигают, а девчоночка никак не допоет. Молодежь, так это спортивные секции. Школьники ходят. Это у нас туристический кружок Асимуль. Дискотеки по выходным. В праздничные дни у нас концертные мероприятия в Доме культуры. Желательно, хотелось бы, конечно, чтобы производилось строительство частного сектора. Ремонтировались поддержанные дома. Уже много стареньких домов. Пока в Пуциловке детский сад, школа, сельский совет. Есть основное сельскохозяйственное предприятие, богатырское и одно фермерское хозяйство. Маленькое село готово к большим делам. В следующей рубрике наведаемся к жителям села Глуховки. Не сидите на месте, полезного вам отдыха. Партнер рубрики «Туристическая компания «Сто дорог»» предлагает групповые и индивидуальные экскурсии, уникальные в научно-познавательном и эстетическом отношениях для школьников.